От Днестровска до Каменки. День Победы, а вместе с ним и Бессмертный полк прошагал по всем городам нашей республики. В Рыбнице в этом году впервые на главной площади подняли Знамя Победы. А Каменчан с утра разбудил гул мотоциклов. Подробности в следующем сюжете. Вот она, копия того самого победного знамени, которое в 1945-м развивалось над Рейхстагом. Сегодня в небе над нашей Рыбницей. Василий Пешкун с гордостью смотрит на символ Победы. За годы войны он прошел пол Европы. Участвовал в Яско-Кишиневской операции. Что сделали для Победы, а мы не подвели. Нас мало осталось, но мы победили. Добились, фашистов добили в их берлоге. Так что радость, это непредсказуемая радость, что мы остались живы. Строили, отстраивали все разрушенное. Все сделали для жизни нашей, для молодежи. Все сделали. Спасибо. Пускай живут и вспоминают нас. Главных героев праздника прокатили по городу в машинах военных лет. Следом за ними колонна бессмертного полка. Каждый портрет – история личного подвига и одной на всех великой победы. Мой отец, Яков Ипатич Богатый, он прошел войну от Сталинграда до Берлина. Там каждый день ложился полк, полк солдат. И в атаку поднимали всех. И чтобы удержать эти рубежи, вынуждены были ложить роту пулеметчиков своих. И они просто не пускали людей обратно. Потому что нужно было взять это все или хотя бы удержать эти высоты, не пустить врага за Волгу. После госпиталя отец попал в роту специального назначения. А это уже Каменка. Утреннюю тишину здесь нарушил ГУУ мотоциклов. Республиканский мотопробег стартовал от городского мемориала славы. Байкеров каменчане приветствовали на главной площади. Отсюда они отправились по всем городам республики в столицу. Этот пробег мы посвятили ветеранам, которые дали нам свободу, мир и достойную жизнь. Живая история. С каждым годом свидетелей той войны все меньше. В Каменке ветеранов осталось всего 10. На городской мемориал смогли прийти только двое. С хорошим настроением пришла, с хорошим чувством. В 73-й год я отмечаю эту победу. Всем-всем желаю, чтобы не было больше таких страстей, как мы пережили. Победа – это то, что я вернулся с фронта. Жил и здоров. Но у меня отец погиб, и братья погибли так вот. Каждый второй каменчанин, ушедший на фронт, домой так и не вернулся. Сегодня герой-освободители снова в бессмертном строю. Я сегодня с портретом своего прадедушки Лопатина Алексея Васильевича. Во время войны он стал героем Советского Союза, был пограничником. Неси его портрет – это для меня большая гордость. Я хочу, чтобы о нем знали все. Минута молчания и цветы на мраморных плитах. 73-я весна победы. 73 года мирного неба. Благодаря тем, кого мы называем поколением победителей. Поколением, которое подарило нам жизнь. Сюзанна Авакян, Татьяна Семенюк и Валентина Стасишина. Первый Приднестровский телеканал.